Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если до сих пор в наше время происходят такие вещи То есть если женщина уходит по каким-то причинам из семьи Отец не занимается своими детьми Спасибо Спасибо На самом деле, мне кажется, это один из таких самых жестких и тяжелых моментов в фильме Вот это с ребенком мой сал, ахну Он, по сути, продал свои времена такие фильмы? Ведь они уже не платили, скорее всего, за то, чтобы... Да, возможно Другой эмоциональный Я не первый раз смотрю и мне каждый раз как-то очень тяжело... За секцию поставили Ну, я хотела еще сказать по поводу перевода Он любительский, и там были такие большие огрехи Но, к сожалению, это единственное, что у нас есть пока что Потому что на русский ни одна прокатная компания как-то официально не переводила Так... Может быть, кто-то хочет еще поделиться мнением? Сейчас будет дискуссия Давайте Я думаю, вообще не делаю Тоже так, чем было хочется Добрый вечер Добрый вечер Очень, в общем, важный и очень тяжелый эмоциональный фильм Мне кажется, нужно предудительно заставлять смотреть мужчин Вот так вот спичьи глаза вставлять, как в мультфильмах А заставлять их смотреть Потому что они говорят, в чем вас притесняют, что вам не нравится На самом деле, очень многие вещи, они, ну, вообще не изменились Вот И еще о чем я подумала, что Огромный тот труд, который провели женщины за последние сто лет Помогом сейчас он как бы не ценится У меня, например, одна подруга очень, как бы, по разогнанию свой бизнес Она не ходит голосовать, потому что так ей посоветовала Консультант на фэн-шу Чтобы более удачно выйти замуж Представляете, это просто какой-то бред Причем замуж она вышла, а голосование до сих пор не ходит По другим причинам Там на дачу поедет или что-то такое Но, в общем, есть какие-то вещи, которыми, ну, нужно их уважать Потому что они не просто так нам были даны Вот В общем, надо пользоваться, пока нам их запретили Вот И не останавливаться, потому что, вот как Не знаю, сейчас в Осетии там, да, запретили аборты В 21 веке В Абхазии В Абхазии? В Абхазии? Ну, в общем, да Абхазия рядом с нами, в общем И то, что Считать, что они всего добились, а мы можем пожинать плоды Это очень наивно, на самом деле Потому что эти права могут у нас забрать в любой момент Если мы не будем проявлять Что не совсем какой-то Оценить Да, оценить, конечно Спасибо большое Спасибо Да, на самом деле еще по поводу прав Люди очень часто говорят, что за что борются феминистки Нам, как бы, не нужны эти права и так далее И при этом это говорят люди Ну, даже Фузя у меня преподавательница это говорила Не задумываясь о том, что она сейчас сидит за кафедрой И читает лекции только благодаря борьбе за эти права Поэтому То есть, ну да Оценить то, что у нас есть Так же, как только в 1925 году Женщины получили права на своих детей Нет, я не про права голоса, а про материнские права, да Ну, собственно, а есть те, кому не понравился фильм? Негативные по злоуму оценят Ну, так, конечно Не то, чтобы мне фильм не понравился Мне показался образ мужа, главной героини, ну, как сказать Мягким и немного нереалистичным Мне кажется, что мужчины до сих пор, в принципе, настолько мягко не ведут себя Когда женщина заявляет о своих правах А что же говорить о том, что было сто лет назад Мне кажется, ну, реально мужчина реагировал бы намного резче Ну, за примером далеко не хожу Я сужу о своей жизни, как только ты заикаешься о чем Ну, начинаешь вести себя как субъект, а не как объект Тут же мужчина обвиняет тебя в агрессии И проявляет агрессию по отношению к тебе Ну, не всегда физическую, конечно, вербальную Но это и агрессия, и изоляция И, как сказать, изоляция не только они сами перестают общаться А также подстрекает весь свой круг и все твое окружение к тому, чтобы оставить тебя в одиночестве Ну, и поначалу, когда женщины ходят в феминизм, это действительно страшно Потому что весь твой круг общения испаряется А нового ты еще не приобрела, то есть ты еще не познакомилась с сестрами У тебя не завязались еще с ними дружеские отношения И это такой очень сложный этап, который проходит, наверное, каждая феминистка И, возвращаясь к фильму, я хочу сказать, что фильм очень замечательный Но вот образ ее мужа, мне кажется, не очень реалистичный В общем, мне кажется, что образ мужа сделан так для того, чтобы показать женщинам, которые верят, что их мужчина такой, что он добрый, прекрасный, понимающий, отзывчивый и обладающий всеми качествами, что ей не за что бороться Этот образ должен показать и что даже если тебе кажется, что в твоей жизни все хорошо и твой мужчина такой благополучный, у вас ребенок и счастье и все дела Это не значит, что ты не должна бороться за свои права и оставить свою гражданскую позицию То есть, возможно, тебе сейчас хорошо и у тебя нет никаких проблем в своей жизни Но это не значит, что ты не несешь ответственность за то, что происходит вокруг Если ты ничего не делаешь, значит ты уже несешь ответственность И если ты ничего не делаешь, значит ты уже теряешь свои права, за которые борется кто-то, кому это выгодно Вот Спасибо Мне показалось, что образ мужа, всем добрый вечер Мне показалось, что образ мужа, он абсолютно правильный И он абсолютно мягкий человек, не способный взять на себя ответственность, защитить свою жену И, ну, все люди разные, и мужчины тоже не обязательно должны следовать каким-то гендерным ролям И, ну, несмотря на то, что он, в принципе, ее любит, он подчиняется вот этому давлению общества, этим общепринятым каким-то законам и отказывается от нее И я думаю, что сейчас в нашей жизни среди моих знакомых очень много мужчин, которые, возможно, и разделяют идею феминизма, но абсолютно не понимают, о чем это И следуя воспитанию, следуя каким-то, не знаю, стереотипам, они ведут себя в рамках патриотхального какого-то мышления И иногда в разговоре со своими коллегами, с друзьями я вижу, что, понимая, ну, через мои слова, через разговор, понимая, что такое феминизм на самом деле Они готовы это принять, и я никогда не чувствовала, что мужчины начинают отказываться от общения с тобой, когда ты говоришь о том, что ты феминистка Ну, может быть, мне просто повезло Спасибо Наталья, преподаватель, мне очень понравился фильм Я хочу сказать, что роль, борьба этих женщин лишний раз подтверждает известное мудрое высказывание о том, что из тысячи борющихся со злом находится один, может быть, несколько, может быть, человек двадцать Нет, неправильно, из тысячи людей, срывающих листья с дерева зла находится один, может быть, несколько, которые рубят это дерево под корень Что еще раз доказывает тезис о том, что права не дают, права берут, и сколько крови, сколько жертв было на самом деле на нашем пути к тому, чтобы мы вот сейчас могли работать, могли преподавать, иметь какие-то имущественные избирательные права, но работы, к сожалению, еще очень много Спасибо большое Мы здесь, да, мы здесь преуспели, но в целом, как бы, борьба это, там, в двенадцатом году она только начиналась Ну, и где-то, до сих пор, к сожалению, даже нет того, что есть у нас Так что, в чем-то нам повезло Вот я еще такой момент обратила внимание в этом фильме, он, можно сказать, тоже немножко приукрашен, но с моей точки зрения То есть тут женщины, безусловно, друг друга как бы поддерживают То есть тут вообще нет такой темы, что там, ну, в общем, кто-то кого-то гнобит, там, предает, или что-то такое Или открыто говорит, что зачем вы это делаете, тут такого нет, но я очень сомневаюсь, что такого не было, например Ну, как говорили на заходе, на заходе, кидали в газеты, врачи Да, там действительно было несколько, ну, там, один, два, три, но они были как бы на периферии То есть не уделялось вниманию в сюжете, но они действительно были, и это, да, мне тоже показалось неправдоподобным Потому что уровень внутренней мезогинния, ну, достаточно высок был всегда в женщине Когда она проходила, каждый раз, они на нее смотрели, просто ее посмотреть, что как бы... Как-то явно не было, потому что, как бы, защитница мужчин, вот, что кто-то ей пришел, и свою теорию какую-то вот изрек, например Что, нет, за нас должны голосовать мужчины, все такое То есть вот этой темы там не было, чтобы кто-то вот именно был как идеологический оппонент Потому что, например, вот я, по крайней мере, многие другие сейчас сталкиваются именно вот с женскими персонажами, которые высказывают эту трехвальную позицию нам То есть тут этого не было, мне кажется, это приукрашено Хотя фильм сам, конечно, очень тяжелый и все такое, но вот даже здесь, как бы, есть вещи, которые, вроде как, кажется лучше, чем можно было представить Какие женщины, которые против, то есть в мужской позиции, они как бы... Мне казалось, что они просто боялись говорить, они отходили как от чумной То есть стоило не подойти к столу, ну, как бы, там сразу забирали, вот, чтобы не гладить рядом с ней, не быть рядом с ней То есть запрещено было с ними говорить, то есть ты с ними поговоришь, что все, тебя обвиняют То есть и максимум только кинуть газету, сказать позор и уйти, потому что если ты что-то другое скажешь, то тебя тоже закремят, а это им не надо было Мне кажется, это так было Ну еще, мне кажется, одна из причин в том, что по сюжету у этой девушки не было никаких близких подруг И единственная женщина, с которой она близко общалась в результате, это с фражистки Возможно, это тоже как-то говорит об эпохе, возможно, было по-разному, но я думаю, что основная причина того, что никто с ней не спорил, это, во-первых, в том, что у нее не было близких подругов Во-вторых, возможно, женщины были не так уверены в том, что могут высказывать какие-то резкие взгляды и вообще открывать взрослые Да Спасибо Ну, на самом деле, вот по той информации, которая осталась, вот то, что пишут о движении суфражисток, то как раз Против них очень яро высказывали женщины, ну те, которые благополучные, там, замужем и не представители пролетариата То есть те женщины чуть ли не более агрессивно о них отзывались, чем мужчины Вот в том ты делаешь, что ты делаешь? В фильме? Да, в фильме, да, в фильме Ну, мне кажется, что фильм идет до всего часа два, и все это упихнуть нереально Он такой достаточно поверхностный понимание, о том, что такое феминизм Для людей, которые никогда не видели, и нас потихоньку туда, в эту среду погружают То есть, ну, мне кажется, действительно Я не знаю, я не знаю Короче, это дело к претензии Фильм, действительно, для людей, которые про феминизм мало чего знают Вот, но что для меня, я особо, я мало что знала о фуражистках, и теперь мне хочется больше изучить эту тему Действительно, согласна с девушкой, которая сказала, что мы не ценим того, что они сделали Вот На самом деле, говорили о муже главной героини, но не сказали об аптекаре Мне кажется, тоже очень интересный персонаж С одной стороны, он, вроде как, феминист во всем их поддерживает, но в какой-то момент забирает И ты думаешь, черт возьми, я не думаю, что он все-таки такой же, как мы уже главной героини Но отдавать оценку его действиям немножко сложно, потому что, с другой стороны, когда ты боишься за жизнь дорогого человека Вот это, да, это такой вот интересный момент Еще хочется сравнить с «Ангелами с железными зубами» Это фильм про суфражистов в Америке Вот, но только там главная героиня имела образование и не имела ребенка И хотя основные мехи борьбы совпадают, именно вот это вот Тяжкое положение и имущественное, и наличие ребенка Очень сильно, от этого очень сильно этот фильм выигрывает, по-моему Спасибо Выходи Почему суфражистки вызывали протест и неприязнь многих И я хотела бы сказать о методах борьбы, которые они вели, да То есть и у меня вот перед просмотром фильма было, конечно, тоже негативное отношение Там разбивать окна, там устраивать какие-то там дебоши, теракты Но в фильме, вот, главная героиня высказала, что мужчины понимают только Мы вышли на войну, да, и мужчины понимают только вот такие методы Поэтому мы их и ведем, раз нет ни права голоса, нет возможности как-то себя отстоять Поэтому у нас остается один метод именно вот такой, ведения борьбы Это, конечно, вот я сейчас это увидела, да Но в нашем мире теперь у нас есть возможность, да, как-то и отставить свои права По-другому себя вести, вот, не подвергать себя таким вот опасностям, да, не физически себя не уничтожать Ну, слава Богу, благодаря им, мы можем жить в таком мире, да Я хотела бы поблагодарить за кинопоказ, мне очень понравился фильм, и я очень рада, что я сюда попала А хотела бы поделиться своей мыслью, вот, когда я смотрела фильм, мне вот пришло в голову, что примерно же в это время начиналось движение Махатма Ганди Против тех же самых англичан и, по сути дела, английских мужчин, которые притесняли в это время же идиец, финицкий народ И, в общем-то, такая мысль пришла по, вот, если бы Махатма Ганди был женщиной, у него бы, наверное, такого не получилось в то время, к сожалению Хотя, ну, кто знает Спасибо Ну, на самом деле, по поводу, вот, методов, вы сказали, это до сих пор вызывает такие некоторые сомнения и эффективность этих методов Ну, кстати, о том, что мы можем бороться, вот, у меня на протяжении просмотра фильма были мысли, что они, там, разбивают окна какие-то беспорядки устраивают и так далее, но сажают их при этом, там, на два дня или на пять дней Я думаю, что у нас бы сейчас не прошло Зато это попало бы в СМИ, в отличие от той ситуации Ну, тоже не факт, да, кстати Ну, да, то сейчас шанс, что о дворе акции узнают намного больше, чем тогда, опять же Так, сейчас связь Я думаю, регулярно акции, феминистские акции Вот, например, мы с Кирой участвовали в акции против запрета аборта Кто о них знает? Несмотря на то, что практически каждый месяц проводятся феминистские акции, протестные акции Вот сегодня была, Госдума рассматривала гомофобный и избаховный закон о запрете публичного проявления каких-то отношений И активистский фембонд вышли перед Госдумой с пикетом, с протестом против этого закона Кто о нем знает? Ни одна пресса об этом не напишет То есть сейчас пресса, как и тогда, пресса на стороне властей, официальных властей И все наши действия замалчиваются Точно так же, как и было сто лет назад Очень-очень мало изменилось Наши права до сих пор только на бумаге То есть борьба не должна останавливаться Извините Да, просто я интересовалась этой темой Я читала сам законопроект Во-первых, его отклонились неделю назад То есть так же Ну, во-первых, его вроде бы не пропустили конституционный Я, во всяком случае, точно читала Я рассматривала Значит, рассматривал какой-то комитет Посмотреть свой смысл В общем, они его Ну, то есть Дума его все равно рассматривала Его отправили на поправку То есть вот переделали и рассматривали Еще раз Вот эта комиссия, которая его рассматривала Они вроде как сказали, что его не примут Потому что там я уже не помню по каким причинам Но Дума все равно его рассматривает после этого То есть какая-то такая система Ну, я, возможно, считала представителя Вот государства, который Глава комитета по соответствию законов Конституция И вот, ну, он сам писал о том, что Закон немного того и то, что Его надо убрать Ну, это во-первых А во-вторых, мне кажется, это еще зависит от СМИ Потому что, я не знаю На той же афише это освещалось достаточно ярко Но дело в том, что я, к сожалению Не знаю мнения официальных СМИ Официальных телеканалов Так что, ну, просто Лично я в своем информационном поле Знаю об этом законе достаточно Вот И, да, очень надеюсь, что его не примут Потому что, да Ну, хотя бы не соответствуют правам человека Даже в России Ну, я говорила не о том, что знаем ли мы Даже не мы А о том, что знаем ли мы О протесте, который идет против этого закона Знаем ли мы О протестных акциях, которые проводятся О уличных акциях, которые проводятся Нет, мы о них не знаем То есть, о законе Да, может быть и говорят И освещают его СМИ В основном с положительной стороны О, да, мы защищаем Типа детей от педофилов Хотя, ну, как бы Хотя, в основном педофилы Они гетеросексуальные ориентации И, как бы Публичное проявление любви Между людьми взрослыми И понимающими Последствия там Своих действий И так далее Никак не сделают Не сделают Никакой травмы ребенку Как говорят многие Респиенки Я всю жизнь смотрю на гетеро А гетеро так и не стало То есть Но в то же время Законы в СМИ Освещаются совершенно по-другому Закон в СМИ Освещаются с положительной стороны И абсолютно нет информации О том, что с этим законом борется И против этого закона Устраивает протест Ну, с другой стороны Я не призываю ничего взорвать Но если бы что-нибудь взорвалось Мне кажется, об этом написали бы Ну, то есть понятно, что А, ну Да То есть Понятно, что это Так себе будет Для 21 века Но я просто о том, что Подобные события С нынешними С нынешними С информационными Системами Были бы, наверное, Все-таки Освещены Ваши акции Да, тоже Заслуживают Это Я даже не уверена Насчет Были бы они освещены Или нет То есть Пресса Полностью На стороне официальных властей Полностью замалчивает Все, что официальным властям не угодно Что бы мы и не делали Нет, я тоже не призываю Бросаться под поезда и лошади Надо себя любить и беречь Но, однако же Я призываю Отрезво взглянуть На ту ситуацию Которая сейчас Происходит в стране И ситуация Это Нерадо Не обязательно Даже замалчивать Достаточно просто Извернуть слова И все Тот же взрыв Выдайте Издавайте Газ Сумасшелить Короче Ну Тут Тоже Тут Такой Даблбайн Получается Если ты делаешь все Делаешь протестную акцию В рамках закона Тихий Мирный Одиночный Пикет А тебе не говорят Если ты выходишь за рамки закона То тебя обесценивают И твои действия Перевирают И с женщиной Которая борется за свои права Ты становишься оголтелой феминисткой Которая сама не знает чего хочет И опасна для общества Вот такая сложная ситуация сейчас Я думаю что Та пресса Которая под контроль На государство Да Что бы вы ни сделали Она это вывернет Но у нас есть интернет сейчас Как бы И есть Альтернативные СМИ Ну хотя Альтернативные СМИ Да и сто лет назад были Но все таки Вот эта вот сеть Как бы Есть возможность узнать На то что происходит Там Вот это у нас есть В основном У нас есть В интернет Они все пользуются Интернетом Люди с африками Они не пользуются интернетом А мне важно А феминизм Как бы для моей мамы Тоже для тех Кому там 50-60 плюс Для всех женщин А не только для молодежи У которой есть доступ в интернет Мне бы хотелось бы Чтобы все могли Значит Ну Альтернативную точку зрения Хотя бы С альтернативными Точками зрения У нас сейчас Тяжело Тяжело У меня только сходил вопрос Когда я смотрела фильм Было непонятно почему Ну да Было странно почему их сажали на 1-2 дня Почему не приняли каких-то определенных мер Если они знали этих девушек не знали, кто это все делает, но, возможно, это какая-то лажа в фильме, вот, почему их просто не повесить, не знаю, серьезно, вот, вот как раз и получается, вот тогда жертвами считаться, и, можно сказать, чтобы ни одна не умерла, если умрет, то, как раз, да, они боялись вот этого, там, святая жертва, и сразу, ну, там, за ней пошли, собственно говоря, да, а если было за стенках, то еще раньше, как раз была ситуация, что суфражистки, когда арестовывали, они всегда объявляли голодовку, тут это показано так, ну, в принципе, показано, вот, ну, то есть они буквально все это делали, и вот их принудительно кормили, такая жуткая процедура, и как раз очень боялись того, что кто-то умрет, и это вот пойдет в народ, и даже какое-то они вот приняли потом решение, когда суфражистки голодали, их отправляли домой, как на лечение, и так далее, а когда они окрепнут, снова возвращали в тюрьму, чтобы они досиживали свои сроки, чтобы вот... Ну, и, кстати, вот по поводу всех этих агрессивных, там, около террористических действий, которые в прессе не освещались, то получилось, что резонанс получила события как раз вот, когда они не разрушают, а вот девушка идет жертвовать собой, ну, то есть это реальный случай имел место, вот с Эмили Дэвидсом, и, кстати, даже это было снято на видео вот этими операторами, которые снимали Дерби, и, по-моему, даже в Ютубе есть этот ролик, ну, то есть он пошел в историю. Очень обидно, кстати, что линия именно этой девушки Эмили, она не проходит как-то по всему фильму, и, по сути, эпизодический персонаж в результате становится вот тем ружьем на стене, которое даже в фильме не висело, в общем-то, но в результате выстрелило. Хотелось бы, чтобы несколько больше сочувствия, что ли, она вызывала изначально, возможно, следовало показать ее несколько чаще. Ну, вот тут, я не знаю, наверное, это, может быть, была задумка режиссера, те персонажи, которые реальны, вот как раз это Эмили Дэвидсон, сама Эмили Ант Панкерс, они эпизодические, а вот главные герои, они все вымышленные, такие, видимо, собирательные образы. Мне кажется, это связано с тем, что этот фильм показывает именно судьбу обычной женщины и ее взаимоотношения с феминизмом, и ее возможности, и то, что она встречает, приходя в движение суфражисток, например. Потому что, как бы, эта история не какой-то одной героини, которая свою жизнь положила на правое дело, имя которое мы помним. Эта история одной из многих женщин, которые были частью этого большого движения. То есть, не каждое имя мы помним, но во всем этом вложено очень много человеческих жизней, человеческих страданий, женских переживаний и все такое. И фильм говорит именно о безымянных солдатах суфражистского движения. Да, вот я тоже об этом подумала, что тут в фильме было важно показать, что вклад каждой, несмотря на то, что он кажется на первый взгляд небольшим, что вклад каждой в борьбу важен. Не все из нас готовы там броситься под лошадей и поезда ради наших прав и свобод. Но даже то, что мы делаем, та мелочь, которую мы делаем, тот маленький ежедневный феминистский шажок. Отправила ли ты маленькую там сумму, я не знаю, центру сестры, например. Или ты раскидала в своем подъезде листовочки против домашнего насилия, положила такого яркого, громкого подвига. Но чей труд, чья каждодневная борьба, несмотря на все обстоятельства ее жизни, все-таки привела к тому, что дело, за которое они боролись, победило. Спасибо. Я еще хотела сказать по другой теме, я не знаю, заметили или нет, но в те моменты, когда женщины были арестованы, они стояли, они выглядели, то есть вот тогда, когда муж оплачивает, оплачивал, чтобы жену вернуть, а стояли остальные, они выглядели, как провинившиеся дети. То есть вот так детей выставляют, когда там, не знаю, заметили, они там стекла били, или даже там, не знаю, разбили, там разбили мамину вазу, то есть они стояли престижные, как дети, когда они высказали, что давайте не будем их арестовывать, а сдадим их мужу. То есть вот это как, когда там дочь, сына приводят соседей за ухо, типа, вот ваш воровал у нас яблоки. То есть, ну, вся вот эта вот нелепость о том, что вот и этот муж, который, я не знаю, что с тобой делать, как родитель, то есть жена воспринимает как ребенка, который бесправный, который не знает, что делать, не знает, как делать, вообще, не пойми кто, не пойми как, хотя она родила ребенка, она его воспитывает, но нет у нее прав ни больше, и как-то, не знаю, мне это, в общем, так лизануло. К женщинам до сих пор зачастую так же относятся. Я видела, недавно совсем читала историю феминистки, она рассказывала о своем парне, которому регулярно в личные сообщения приходят сообщения от других мужчин, разберись со своей галтелой бабой, там, кидая спины из ее страницы, типа, это что, нормально? То есть женщина воспринимает как приложение к мужчине, это либо твой мужчина, там, парень, либо отец, либо брат. И как это было сто лет назад, это было еще сильнее, там до сих пор отголоски этого восприятия сохранились, к сожалению. Так, есть желающие еще что-то добавить? Добрый вечер, по-моему, никто и мужчина этого не высказал по точке зрения. Я бы хотел выставить это тогда, если вы подводите. Окей, смотрите, ну, в древней был фильм, у этого фильма потенциально было три ценности. Первая ценность – это какой-то месседж для женщин, вторая ценность – это месседж для мужчин, третья ценность – это какое-то определенное изображение исторических событий. Так? Окей, смотрите, какой тут месседж для женщин? Он, в принципе, понятен и ясен, то есть нужно бороться там, выступать за свои права, не бояться мужчины и все то, о чем вы сейчас говорили. Это, в принципе, понятно, окей, найс. Что второе было? Второе должно было, по крайней мере, то, что мне очень хотелось, это какой-то месседж для мужчин. Например, мне, как мужчине, было очень интересно посмотреть на то, каким образом члены парламента, они были мужчинами, мучились, и каким образом они думали о том, как конкретно они пришли к тому решению, что там дать женщинам избирать не дало. То есть нам вот эти члены парламента показывают очень слабые, и как бы механизм работы их мозга и система принятия решения здесь показана очень слабо. Поэтому я думаю, что мужчины, которые бы смотрели этот фильм, они бы, мягко говоря, ничего не поняли. Ну окей, как бы, женщины порвались, они своего добились. Чем, например, это отличается в типичной голливудской истории, например, про Нельсона, Манделла или, например, про кого-то еще? То есть с точки зрения мужчин, для мужчин месседжер очень слабый, его тут фактически нет, потому что здесь не показано, например, почему муж... Какой ужас, феминистки не сняли фильм для мужчин. Нет, я поговорю... Впервые они не сняли фильм для женщин, и у кого-то ужас для мужчин, там никакого месседжера нет, либо он минимален. Какой кошмар, какие ужасные феминистки. Спасибо за комментарий. То есть получается, что как бы тема борьбы за свои права, она же как бы касается не только одной страны, которую как бы принижают, а еще и той страны, которая принижает. Наверное, очень важно, чтобы не только та страна, которая принижает, поняла, что ее принижают, нужно бороться. Нужно еще и, чтобы та страна, которая что-то там делает, которая принижает, поняла, в чем она ошибается, почему она ошибается, и как, собственно, прийти к тому, чтобы не ошибаться. Тогда я думаю, что тема была бы раскрыта более полной. И наконец-то третье, с точки зрения исторических событий, честно говоря, тут, к сожалению, ничего нового не увидит. Потому что я думаю, что любой образованный россиянин отчитал о сапожистках и об этой истории еще в школе. По крайней мере, на моих уроках в истории эта тема обсуждалась очень подробно. И мы, по-моему, целый год, по крайней мере, посвятили этой теме. И, в общем-то, я здесь не увидел для себя ничего нового. И более того, я скажу, что, например, общаясь как бы с другими мужчинами, своими друзьями, я хочу сказать, что, например, нас больше трогают и, так сказать, впечатляют истории, например, в судьбах кавказских девушек, которых там могут продать с барашкой, что будет дал. И они как бы до наших, может быть душа и сердец, как бы добираются лучше, чем этот фильм. И я бы сказал еще, вот есть вторая большая ошибка этого фильма, то, как он очень плохо спозиционировал. Вот он называется «Супражистки». А кто пойдет на фильм, который называется «Супражистка»? «Супражистка», кроме феминисток. То есть получается, что этот фильм, как бы, рисован той целевой историей, которая, в общем-то, в нем уже не особо нуждается. Потому что она уже знает, что этот фильм хочет ей сказать. А те люди, которые, как бы, такие, так сказать, пассивные, которые могли бы потенциально стать феминистками, они на этот фильм, скорее всего, не падают. Потому что они падают, ну, этот фильм, где феминисты, зачем-то не уйти. То есть, как бы, в целом фильм, мне кажется, свою тему раскрыл очень слабо, и можно было сделать это гораздо лучше. И, возможно, тогда бы он, например, получил бы какую-то номинацию. Прямо «Оскар». Мне хотелось бы сказать, даже не оппонируя предыдущему господину, он упомянул женщин, которые родились, выросли на Кавказе, там они были проданы, куплены. Это не важно. Важно то, что этот человек не обладает никаким эмпирическим опытом житья на Кавказе. Понимаете? Я родилась там и выросла. Я дочь инженеров, которых туда отправили, ставить, наверное, военную промышленность там. И, собственно говоря, скажу вам вот что. Не важно, как снят фильм, для кого он снят, он просто снят. Женщина захотела снять фильм про женщин, про то, как они боролись. А мужчина поднимается и говорит, что «А я не понимаю». Естественно, ты не понимаешь, у тебя нет опыта быть женщиной. Это как будто борьба за женские права. Я даже не говорю про борьбу, я говорю про ежедневный труд быть женщиной. Это не выбрать платье, это не накраситься, это не сделать какую-то еще другую херню. Это просто, что ты встаешь и ты понимаешь, что у тебя есть вот твоя жизнь, в которой ты живешь. Но она не такая, как у других. И причем вот эти другие, они живут прямо рядом с тобой. Это не более богатые или более бедные, они просто другие. И именно женщины, которых вы упомянули, кавказские женщины, это вообще отдельная тема. Там с детства абсолютно прививается то, что она не должна думать. Это не важно вообще, где она там, в Исламском она живет в Кавказе или в Православном Кавказе. Мне повезло, я немножко проторчала, каких-то там 16 лет, на Православном Кавказе, который первый вошел в состав Российской империи. На данный момент это Северная Осетия, тогда это были часть осетинских и габардинских князей. Так вот, вся моя тогдашняя жизнь, это было, я туда уехала около 12 лет назад. Это прям водораздел, реально это водораздел моей жизни. И вы этим опытом не обладаете. Ноль, ноль, зеро. И не надо, пожалуйста, мне что-то подавать, какие-то знаки, я еще говорю. Вы хотите сказать, что вы снимали фильмы, объясняя вам то, что вы сами не хотите понять. Если человек сам не хочет чему-то научиться, чего-то понять, это... Сорян, брат. Тут просто, ну... Сколько, ну, вот-на-вот эхо, можно отвечать только терминологией, я не знаю, с два чина. Серьезно. Можно... Спасибо. Мне непонятно, почему возникла такая буря агрессивная, ну не агрессивная, просто возбужденная голосов. Мне кажется, что... Ну, какая цель у этого фильма? Для чего его сняли? Любое произведение искусства так или иначе пытается ответить на какие-то вопросы и что-то донести для зрителя. И мне казалось, что этот фильм как раз нацелен на то, чтобы люди, которые интересуются феминизмом, или которые, ну, просто образованные люди, живущие в современном обществе, наши, например, хотят об этом узнать. И если они об этом узнают не больше, чем страницы Википедии, то непонятно немножко, зачем. И, ну, мой друг высказал позицию обывателя, но, мне кажется, прийти сюда и посмотреть этот фильм это достойно. Ну, это хотя бы шаг. Ну, спасибо. И не надо говорить спасибо, а просто вот это осуждение, вот эта постоянная конфронтация, она отталкивает так или иначе. И феминизм, он же не выступает за то, чтобы женщины были лучше мужчин, или чтобы мужчины там подчинялись женщинам. Это движение за равноправие. И обвинять мужчин, ненавидеть их, это неправильно. И мне бы не хотелось жить в мире, где там мужчины там на цепях ходят, или женщины там на цепях ходят, это отвратительно. И, да, я понимаю, что Кавказ это все. Нет, я не это имела в виду, я имела в виду то, что человек сначала говорит о том, что в школе об этом говорили, нет об этом нет. Кому говорили в школе о суфражистках, поднимите руку. Сейчас пишут. Вот, вот, ему говорили отдельно. Отдельно вот одному человеку, наверное, в восьмом классе. Вот сейчас не будет в районе этого человека. Ну, нет, ну смотрите, правда, кто-нибудь поднимите руку. Сейчас в учебниках по истории за девятый класс у меня учится дочь. И вот я сама еще читала, а суфражистках есть. Вот такой абзац, что женщины боролись, и было такое движение, как в то время было много разных. И это в том числе. У меня был учебник за одиннадцатый класс, но у меня до сих пор есть. Это интересный приличный учебник по истории. Там тоже было столько просто прожисток. Но там это было написано, борьба за женские права. Этот параграф старательно пропускали. Все. Когда я училась, вообще я про это не говорила. Да, я объяснилась. Ладно, в школах образование у каждого разное, и опыт у всех разный. Но так или иначе, если мы говорим об этом и обращаемся к этому, это хорошо. Но никто не хуже. Это правильно. Это в вашем смысле. И никто не хуже. Мужчины и женщины. Да. И понятно, что на Кавказе абсолютно другие традиции, абсолютно другое мышление. И, ну просто я не знаю, правда ли это, может быть, вы расскажете. Я читала довольно подробную статью о том, в каких условиях живут женщины на Кавказе, что они абсолютно там бесправные, что ее воспитывает отец, чтобы потом передать мужа, и муж ее под себя подстраивает абсолютно, как ему нравится. И что там доходит до женского вязания и полного бесправия. Ну, в определенных там деревьях, в определенных деревьях. И, ну, наше общество российское, несмотря на то, что Дагестан, там, Чечня, это часть России, мы абсолютно об этом ничего не знаем. Русианки, я имею в виду. Вот жители Москвы. И хотелось бы, например, увидеть фильм об этом. Ну, мне тоже, потому что я не снимаю на песню. Можно? Ну, давайте по очереди, да. Я хотела немножко, ну, свое мнение сказать, да, то есть, нет смысла сейчас, ну, молодого человека получаться, да, то есть он высказал свое мнение, но мне вот понравилась его мысль, что, ну, пусть вот в этом фильме что-то и не раскрыто, да, для мужчин, но на самом деле вот это менять, то есть изменение мировоззрения, у всего населения, оно должно быть как для мужчин, так и для женщин, чтобы женщины как-то думали о своих правах и не сидели там, да, не избиваемыми мужьями и не молчали об этом. Также мужчины, которых воспитывают, они должны по-другому как-то видеть на мир, то, что женщины это не вещи, это не собственность, это такой же человек, как и он сам, да. Вот такой у нас хотел сказать. Спасибо. У нас, к сожалению, время, в 10 часов центр закрывается, так что я хотела добавить по поводу фильма то, что на самом деле это все-таки фильм снятый для широкого зрителя, не какой-то там маргинальной феминистки сняли для феминисток. И, ну, я сейчас не вспомню, какие фестивали две награды он получил, и плюс, ну, такие актрисы, как там Хелена Боном Картер или Мэрил Стрип, хоть она и в эпизоде, это все-таки, ну, я думаю, для многих довольно весомое. Ну, плюс это просто историческая картина, вот вы говорите, что там все знают об этом из учебника, про Вторую мировую войну, я думаю, все знают намного больше из учебников и так далее. И сколько фильмов об этом снято, ну, или там, любой, там, война за независимость США и так далее, и о суфражистках, по-моему, у британских есть еще один мини-сериал, и это первый фильм. То есть это как бы не учебник истории, но я думаю, что в России, там, у нас преподавание, история в школе была отвратительным, скажу честно. Вот, и я думаю, что у многих, для многих это будет чистый лист, история с уфражистоком. Спасибо вам за вас. Спасибо всем, что пришло. Спасибо.